Глубина приседаний Чем ниже вы опускаетесь от сягощения, тем интенсивнее работают мышцы. Увеличивая диапазон движения, вы задействуете не только четырехглавые мышцы бедер, но и другие мышцы ног, особенно заднюю группу мышц бедер и ягодичные мышцы. Поэтому может показаться, что имеет смысл приседать глубоко. С точки зрения работы мышц это действительно так. Но здесь нужно учитывать также морфологию тела. Чем больше рост, тем больше приходится наклонять вперед туловище, чтобы удерживать равновесие. В этом положении существенно возрастает риск травм позвоночника. Многие люди утверждают, что наклонять туловище при приседании неправильно. Но с точки зрения морфологии, если у вас длинные четырехглавые мышцы бедер и короткое туловище, во время приседания нельзя удержать спину прямо. Вам приходится наклониться вперед, чтобы удержать равновесие. Вот почему так просто выполнять приседания с прямой спиной на тренажере Смита. Здесь вам не приходится удерживать равновесие. Если вы заметили, что при выполнении приседаний без отягощения, вам приходится наклоняться вперед слишком глубоко, разумнее будет найти альтернативу этому упражнению, чем впустую тратить время, пытаясь освоить упражнение. Правильно выполнять, которое не позволит вам морфология вашего тела. Если у вас короткие бедренные кости, вы сможете меньше наклоняться вперед. Если у вас длинные бедренные кости, вам придется больше наклоняться вперед. Чем длиннее бедренные кости, тем больше вам приходится наклоняться вперед, чтобы удерживать равновесие. Здесь действует общее правило, чем вы выше, тем опаснее для вашего позвоночника, глубокие приседания. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok